Наше предприятие было создано в 2006 году на базе Кирсовского винзавода, который на момент покупки находился в полуразрушенном состоянии. На его восстановление и последующее развитие было вложено много сил и финансовых средств. Нашим желанием было иметь собственную производственную базу, поэтому нами были приобретены виноградники. На данный момент у нас имеется 300 гектаров виноградников, для обработки которых мы привлекаем сотрудников из близлежащих сел. Приятно, что есть такой урожай у нас в Молдове, что мы имеем. Это наше богатство, мы собираем его с радостью. Это для нас блага. Я работал в 70. год. Я в колхозе ходил, и потом в армате ходил, и потом в армате ходил, и потом в армате ходил. В 70-м году я пришел, и сейчас я купил. Я купил шампион, и сейчас я купил бурка. Мы не так нашли, неприсусственная песня с тивой, но в киева тивой, где мы не перешли их. Мы только на лоткалей и не подрежем их. Мы также заедули, на палатку, на истинной песня. И так не было всякое. Настоящее не было, либо большие, пыльы тише ничего не было. В этом году я занимаюсь в чем-то. Я занимаюсь это, чем у нас есть европейские сорта. Есть столовые, столовые еще. Сейчас это очень дороже. Это очень удобно. Все это было очень хорошо. Их улыбнулся, и улыбнулся. Эти байлы с этим работают в 2008-2006 год. Гитгит, зеделены. Сейчас мы уже 200 га. Есть много байлов. Есть много байлов. Есть много байлов. гид был гене дешевле сик тази дилет не балар а не и юзюм биздя где спроси вы сава шерскона бьют медов куланной лердур был дар вязать куракты ил но был дай амур лады гезелью берекет лапе гезель шекере он тоже ищет а был бюзим болонат ага гезель то десулема тайсля гидела исля за резолюк был изумлены гезель бю пандала долу шарапа кип гезель и мишля урда сегодня прекрасный день солнечный мы все дружно вышли на поле собирать виноград как это делается в каждый год еще наши предки собирали занимались виноградником и мы тоже вышли виноград в этом году есть красивый бог нам дал урожай мы стараемся собирать во время чтобы успеть пока погода не испортилась и наш виноград пойдет дальше на вино и так работаем в каждый день я как самый молодой механизатор на этом предприятии я решил посвятить свою жизнь свою работу в этой сфере потому что мне нравится у меня родственники в семье занимались все как бы этой сферой я тоже решил мне понравится с детства я учился на эту профессию на механизатора и начал сразу же после училища работать и вот по сегодняшний день продолжу работаю в этом предприятии я здесь работаю уже второй год предприятие хорошее у нас есть достаточно техники чтобы обрабатывать эту площадь то что имеет предприятие мы имеем виноградники сады полеводчество и вот мы это все обрабатываем в сельском хозяйстве работать скажу трудно из-за этого очень мало молодежи стремятся сюда прийти потому что работой были в жару и холод в любое время мы должны быть на работе я считаю что по этим причинам мало молодежи приходят в эту сферу ну я решил что мне это под силу и хочу продолжать дальше трудиться в этой сфере мне это нравится нам подъехала машина мы делаем отбор нашего винограда отбираем виноград стараемся со всех сторон и идем замерять наш сахар начали нашу гробилку поскорим виноград еще раз ситом и дрожим и дрожим Вот и ваше сусло. Теперь мы замерим с нашим ориометром наш сахар. Минутку ждем и узнаем наш сахар. Значит, мы замерили нашу плотность, нашего сусла. Теперь замеряем температуру. Температура у нас сегодня хорошая, высокая. Сегодня тепло 20. И по таблице смотрим, какой же у нас сахар вышел. Сахар в нашем винограде вышел 2,21. То есть это очень хороший сахар. По сравнению с прошлым годом у нас выходит, что в этом году, конечно же, лучше. Так как погодные условия нам позволили вырастить такой красивый виноград. И в дальнейшем надеемся на хорошее вино. В этом году мы перерабатываем более 2000 тонн винограда. Переработали уже. Принимаем в данный момент форт Рислинг. До этого момента приняли Олиготе, Мускат, Савиньон, Шардоне. Также у нас ждет приемка красного винограда. После Рислинга у нас пойдет Мерло и Кабарне. Каждое утро у нас начинается с техобслуживания оборудования, которое занимается переработкой винограда. И делаем все возможное для того, чтобы наше оборудование работало как часы каждый день. И не подводило нас в трудную минуту. Так как если остановится данный процесс, остановится вся наша переработка и дальнейшая деятельность винограда. В данный момент здесь находится оборудование Бушер Васлин. Идет переработка белого сорта винограда. С бункера белый сорт винограда попадает в дробилку гребнеотделитель. Далее он попадает в пресс. Это у нас идет переработка винограда по белому способу. После пресса сусло направляется на отстой с последующим брожением. На каждом винодельческом предприятии одним из производственных подразделений является испытательная лаборатория. На каждый технологический процесс, начиная с приемки сырья, т. бишь винограда, вспомогательных веществ, осуществляется технохимический и микробиологический контроль. На каждом технологическом процессе имеются свои определенные требования, свои определенные показатели, касаемые качества. Выработали виноматериал молодой, обязательно проводится дегустация, конечно же, с участием лабораторий. Химические показатели, такие как спирт, сахар, тетруемая кислотность, летучая кислотность, железо, тоже определяются в испытательной лаборатории предприятия. Сейчас мы определяем крепость в купаже Девина, который готовится к розливу. Мы находимся в одном из трех цехов розлива Кирсовского винзавода. В данном цеху у нас установлена линия итальянского производства, производительностью 3000 бутылок в час, которая позволяет нам разливать как игристые вина, так и крепкие алкогольные напитки. В данном случае у нас происходит розлив Девина Бевайс на Латвию. Это одна из многих стран, в которых наш завод экспортирует свою алкогольную продукцию. Общая производительность этого цеха заставляет от 150 тысяч бутылок в месяц. На этом винзаводе я пришла работать с 27 лет, так как мои родители здесь всегда работали, и у меня вот такое было, что это была моя мечта с детства. И вот моя мечта осуществилась. Мне нравится здесь работать очень даже. Коллектив всегда был у нас хороший, веселый, друг другу помогаем. На данном предприятии я работаю уже 17 лет. Поступил я сюда на работу после колледжа, Светловский аграрный колледж, в 2004 году, 1 сентября. Почему именно 1 сентября? Потому что все ученики шли в школу, а я также пошел на работу. И как я попал сюда на работу, в первый же день я попал сразу в бой, потому что у нас начался сезон переработки винограда. Мы перерабатывали значительное количество винограда в первый же год. Для меня это было, конечно, новшество, потому что я только с учебной скамьи, так сказать. И поступил сюда на работу слесарем. После этого потихонечку росло, как опыт у меня рос, так же и техническое обеспечение мое, технические знания мои росли. В 2011 году я поступил в Аграрный, Кишиневский аграрный университет, чтобы повысить дальше свою квалификацию. Так же я сразу перевелся на должность заместителя главного инженера, в должность инженер-механик. В 2015 году, в 2016 году даже, я окончил Кишиневский аграрный университет. Ну и дальше свои знания, которые я получил в аграрном университете, показываем уже дальше на производстве. Наше предприятие одно из немногих предприятий Юга-Молдовы, которые имеют производственные мощности для выпуска такого широкого ассортиментства, элемента алкогольной продукции, как игристые вина, крепкие алкогольные напитка, так и тихие вина. Главными нашими задачами являются модернизация оборудования и расширение географии сбыта продукции. Мы находимся в цехе шампанизации Кирсовского винзавода, где установлено уникальное оборудование, батарея из 25 акратофоров, мощность каждого акратофора 2000 дал, что приблизительно равняется 30 тысячам бутылок шампанского. Конкретно в этом акратофоре у нас находится Брюд Савиньон, урожая 2019 года, который мы сейчас с вами попробуем. Что хочу сказать о данном игристом вине? Это вино было заслуженно оценено на выставке в Москве Prodexpo серебряной медалью. Нами была произведена модернизация технологического оборудования, что позволило увеличить нам объемы продаж. Объем продаж за 2020 год составил 114 миллионов леев. За 9 месяцев текущего года мы продали продукцию на сумму 135 миллионов леев. Линейка выпускаемой нами продукции постоянно расширяется. Основными покупателями нашей продукции являются страны СНГ и Китай. В России основными нашими покупателями являются крупные торговые сети, которые покупают в том числе запатентованную нами бутылку Чотра. Ассортимент продукции, выпускаемой нашим предприятием, очень разнообразен. Оно представлено как игристыми винами берут полусухими белыми, розовыми и красными, так и столовыми полусладкими винами. В данном случае мы видим бутылку Кувшин Лавинчи, которую мы поставляем в Российскую Федерацию, в сеть магазинов Магнит, так и столовыми винами с сухими качественными и ординарными винами. В данном случае мы видим нашу патентованную бутылку Кирсова Вайн, которую мы поставили в производство в прошлом году. Она пользуется большой популярностью и спросом в России. Линейка выпускаемой нами продукции представлена сухими, полусухими, полусладкими винами, а также игристыми винами, которые были высоко оценены в международных конкурсах. Наличие собственной брагоперегонной колонны позволяет нам изготавливать сырье для производства дивинов и бренди, которые пользуются большой популярностью у международных покупателей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова